Или сколько, на самом деле, больше миллиардов золотых резервов. У нас зависли еще деньги компаний. Там, да, которые зависли активы. Там. И пока мы просто не можем себе позволить выключиться. Пока мы не перестроили нашу экономику. Пока не проложено, то есть не соединены месторождение газа с Западной Сибири, с Восточной Сибири. Чтобы перенаправить весь этот газ, который Европа хочет отказаться туда, в Китай. И пусть Европа топит книгами или вот этими нацистскими брошюрами, которые Украина производила в массовом порядке последние десятилетия. Вперед. Но пока мы должны сейчас выиграть время. И вот я бы посоветовал посмотреть на доклад Центрального банка. Не будем говорить о выступлении Европы в Заданном Думе. Там у них свои дела. А вот Центральный банк выпустил доклад о четырех этапах развития российской экономики. Я считаю, что в чем-то они правы. Ну, достаточно во многом. Но некоторые вещи, вот, позволю не согласиться. Что они говорят? Первый этап. Мы сейчас, ну, по сути, проедаем запасы. Накопленные запасы того, что у нас есть. Пытаемся понять, какие производства от нас ушли. Что осталось перестроить вот эту вот логистику. И пополнить запасы. На этом этапе почти, в экономике почти ничего не происходит. Потому что запчасти еще есть. Хотя их все меньше и меньше. Второй этап. Он самый тяжелый. Это полный уход отсюда компаний иностранных. Невозможность быстро заместить компоненты цепочками поставок. И невозможность быстро наладить импорт необходимого оборудования, узлов, агрегатов и так далее. И это самый сложный этап. Мы к нему придем, видимо, летом. И он продлится до конца этого года. Но он будет недолгим. Следующий этап. Это покупка оборудования. Мы будем перестраивать технологические цепочки здесь. Мы будем завозить оборудование. Вот с чем я не согласен с Центральным банком. С тем, что он считает, что у нас будет регресс. Потому что мы будем завозить оборудование такое устаревшее. Ну, потому что другого нам не продадут. Мы будем делать достаточно примитивные вещи. Но я считаю, что мы будем делать те вещи, которые необходимы вот в наших цепочках. А примитивные вещи пусть сделают всемирная фабрика. Они укрепают в любых количествах, по любой цене, все что угодно. Ну, и последний этап экономики. Это когда мы действительно уже перейдем к более самой обеспеченной экономике. Единственное, что они считают, что будет, ну, опять же, мы будем очень сильно отставать от Запада. Вот опять не согласен. Ну, потому что, что значит отставать от Запада. Мировая экономика сейчас терпит, ну, по сути, не то что революцию. Это просто какие-то колоссальные тектонические сдвиги. И что будет на следующем этапе, в следующем десятилетии считаться высокими технологиями, мы еще не знаем. Я думаю, что вот то, что нам сейчас необходимо, действительно необходимо заменять и действительно необходимо покупать. И в данном случае, когда вот говорят о курсе рубля, может быть, не надо позволять рублю быстро укрепляться. Я считаю, что пока можно позволить рублю укрепиться, пока можно контролировать вот движение капитала. И для чего? Для того, чтобы те, кому необходимо это оборудование, могли просто успеть им закупиться. Пока еще 25-й пакет или там 47-й пакет каких-нибудь санкций вообще нам ничего не запретил. Да, и пока они не начали создавать проблемы тем странам, через которые ведется торговля. А они могут начать это делать. Ну, знаете еще что, Александр, и кто про что, я все про свою тему. Ну, вот и сейчас, по-моему, как никогда актуальна схема с тем, чтобы был появился накопительный рубль обеспеченный. Потому что, ну, понятно, что держать деньги в долларах и евро – это самоубийство. Да, да. Вот. Переводить все абсолютно в юань – это тоже странное, так сказать, решение было бы, да. Конечно, сейчас нужно было бы иметь инструмент, в котором можно было бы накапливать у нас здесь. И в этом смысле то, что вы говорите, что нам твердый курс, да, и подросший курс рубля сейчас был бы, так сказать, во благо, да, в данном случае. Но, в принципе, я бы все-таки, ну, вот, просил бы Центробанк наш думать над тем, что нам нужен еще один рубль накопительный. Да. И вот как раз это началось обсуждаться. Даже не совсем накопительный рубль, а вот те самые разные контуры обращения, кредитования, инвестиций. Потому что самая большая проблема нашей экономики – это хронический дефицит инвестиций. Потому что, полагаясь только на иностранные инвестиции, как было принято в эпоху Гайдара, мы забыли о том, что мы, на самом деле, свои богатства инвестировали туда. Вот чистая инвестиционная позиция. Россия была всегда положительная, то есть объем российских активов за рубежом, внешних активов, был всегда больше, чем размер обязательств. То есть мы, по сути, кредитовали тот же самый Запад. И Запад сейчас, конфисковав наше золото валютные резервы и заблокировав средства компании, по сути, ну, этими деньгами решает свои проблемы. Мы в ответ также заблокировали активы иностранцев. И вот сейчас идет жесткая борьба по поводу того, будет ли объявлен России дефолт и не будет объявлен дефолт. Я бы слово дефолт вообще в нашем медиапространстве не обсуждал, потому что никакого дефолта не будет. Дело в том, что Минфин может исполнять свои обязательства только теми средствами, которые у него доступны. Он не может платить по своим обязательствам из каких-то иных средств, кроме тех, которые есть на счетах Минфина. На счетах Минфина есть, ну, или Центрального банка евро и доллары, которые заморожены, есть рубли. Да, поэтому, дорогие иностранные держатели, вы просто получите рубли. Российские держатели те же самых еврооблигаций получат рубли. Рубли уже можно конвертировать, если есть желание, во что угодно, если есть желание такое. Поэтому это не дефолт, но, по сути, что пытаются представить те же самые американцы, что Россия нас пытается выставить как такого преступника финансово, так же, как они пытались нас выставить преступниками в Буче. То есть это такая постановка, по сути. Только одно дело, когда там речь идет о погибших мирных жителей Украины, вот как теперь выясняется даже самим британцам, вот эта статья в Гарден, нашумевшая, о том, что выяснилось, что жители Буча погибли от украинского артобстрела, а не от нашего оружия. И вот это тоже странно. Да, такой интересный брос, который ломает картину. Вот сейчас с этим... Ну, я бы, знаете, я бы его не переоценивал. Оно, конечно, ломает в том смысле, что мы можем увидеть всю новую аргументацию, которой до этого не было, да? Вот теперь есть аргументация. Судмедэкспертиза извлекла поражающие элементы в виде стрелок. Значит, это поражающие элементы снарядов, которые могут использоваться орудиями, как теми, которые на вооружении у России, так и теми, что на вооружении у Украины. Есть одно но. Об артиллерийских обстрелах Бучи в момент отхода оттуда российских сил сообщали сами же украинцы, что Россия отступает под огнем артиллерии ВСУ. Это первое. И второе. В 2014-2015 годы, в 2017-е на Донбассе неоднократно применялись артиллерийские установки с этими снарядами, с этими поражающими элементами со стороны Украины. Это аргументация для нас. При этом, конечно, Гардиан опубликовала эти данные, но Гардиан при этом убеждена, что это все равно все российская артиллерия. Ну, вот они также будут нам и на финансах говорить, что это все дефолт. На самом деле, я считаю, что это дефолт американских банков, которые просто не исполнили поручения российского министерства финансов, которые, по сути, являются для этих банков клиентом, что ли, поскольку держат там счета. Поэтому говорить о дефолте нельзя, а вот говорить о рубле надо. И, как теперь выясняется, Еврокомиссия уже согласна, что страны Европы будут платить за газ рублями по той схеме, очень элегантной схеме, которую мы здесь обсуждали, которую продолжал Газпромбанк. И я думаю, что это только первое начало. Дальше уже будет платежи за все остальное, также по той же схеме в рублях, когда идет конвертация на нашей стороне. Не когда там деньги, а когда мы сами контролируем и приход евро на счета этих компаний в наших банках, и конвертацию и приход рублей на счета западных компаний в наших банках, и рублевые путежи, потому что все рубли контролируем мы. И вот это обстоятельство. И то обстоятельство, о котором я начал, что по мнению западных же инвестбанков, аналитиков, политиков и экспертов совершил стратегическую ошибку, заморозив наши золотовалютные резервы и конфисковав собственность, как раз и создал в себе проблемы такие, что теперь уже многовалютная, там мультивалютная, как они любят говорить, система мира, это следующий этап мировой системы, трансформации мировой системы, которая произойдет уже в этом десятилетии. И не случайно уже и арабские страны, в частности Саудовская Аравия, думают о продаже нефти за юани, а не за доллары, потому что те же самые проблемы могут возникнуть и с нашими партнерами по ОПЕК+, на Ближнем Востоке, потому что Америка, вот туда хищный взгляд уже нацелила. И нам, опять же говоря, экономики, которая связана с политикой, экономики, геополитика и даже политэкономия, надо понимать, что Ближний Восток такое уязвимое место для американцев и для самого Ближнего Востока, потому что, с одной стороны, это источник углеводородного сырья, откуда можно взять это сырье для того, чтобы отказавшись от российского нефти и газа заместить европейским потребителям, с другой стороны, эти страны помогают, то есть не присоединились с санкцией. И Америка постоянно намекает на то, что Ближний Восток можно взорвать. Вот нам сейчас надо думать, как обеспечить безопасность совместно с нашими партнерами по ОПЕК+. Это еще один, по сути, Южный фронт впереди. То есть нам нужно думать, как делать так, чтобы сотрудничество продолжалось и в рамках ОПЕК+, и в рамках вот этого параллельного импорта. Мы постоянно говорим, что вот эти вот арабские страны, они, по сути, многим помогали обходить санкции, чем злили американцев. Вот здесь надо понимать, что мы с ними, по сути, сейчас в одной лодке и вообще со всеми странами, которые не присоединились к американским санкциям. И мы будем выстраивать нашу экономику, как раз исходя из сотрудничества с такими странами. Попытка Соединенных Штатов оторвать от нас Индию, Китай, возможное давление на монархи Персидского залива, скорее всего, ничем хорошим, точнее, успехом для американцев не закончится. Поэтому они пока будут использовать Европу, как Украину. То есть, по сути, вся Европа становится Украиной для Соединенных Штатов. Как только кончатся украинцы, они уже признают, что они... То есть, украинцы решают, ну, пушечное мясо, по сути, для их политики. Это также признается всеми. Что самое интересное, тоже вот из всех публикаций, которые я видел, они признают, что Россия должна будет дойти до конца. Если будет какое-то перемирие и задачи России не доделают, будет следующая украинская война. Потом еще одна и так далее. Это растянется на десятилетие. То есть, они мыслят так же, как и мы. Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян. Продолжаем наш эфир. Александр Лосев в студии. Вы можете нас смотреть и слушать. И начнем с оперативной информации. Два беспилотника ВСУ сбиты в Курской области. Жертв и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Роман Старовой. Ситуация полностью контролируется. Ну, а мы вернемся к экономическим беседам с Александром Лосевым. Я хочу вспомнить слова кардинала Ришелье, сказанные им во время 30-летней войны. Он говорил, душа человеческая бессмертна, поэтому ее спасение в будущем. А вот государство, оно не бессмертно. Оно спасается либо сейчас, либо никогда. Поэтому мы должны спасать и себя, и нашу страну, и те, кто воюет сейчас, участвуют в специальной военной операции, наши герои и те, кто должен сейчас думать об экономике здесь. Мы все, по сути, должны спасать нашу страну, потому что угрозы реальные. И вот если американцы говорят, что нам пора, европейцы, рассказать, что же мы все-таки хотим от Украины, ну, понятно, что они хотели сначала уничтожить Россию, они это не скрывали. Теперь им нужно придумать какую-то легитимность того, что они делают в Украине, чтобы потом с этой территории делать, отдавать ли ее нам или нести расходы дальше на войну с нами в течение десятилетий. Вот они сейчас об этом задумываются. Мы должны задумываться о том, как мы будем строить свою страну. И вот мы начали говорить о переходе, что Евросоюз, уже Еврокомиссия согласилась платить за наш газ в рублях. Возможно, что на рублевые расчеты перейдут все остальные наши экспертные поставки. И получается, что вот те рубли, которые у нас будут, нам необходимо, чтобы рубль стал средством и сбережения, и накопления, и расчетов, и инвестиций. Когда мы видим такие высокие процентные ставки, я надеюсь, что в эту пятницу, 29 апреля, Центральный банк снова снизит ставку минимум на 2% до 15%, а лучше на 5% до 12%, все равно эта ставка слишком высокая. Все равно это все будет отражаться на инфляции. Все равно это будет тормозить кредитование экономики. Вот для того, чтобы экономика развивалась, необходимо реально несколько контур денежного обращения, точнее, денежно-кредитного. Я повторяюсь, потому что одно дело, когда банки, по сути, вслед за Центральным банком подняли ставки по депозитам, они решили свою проблему с оттоком средств вкладчиков. Потому что какой смысл держать бы деньги под низкие процентные ставки в рублях, если спекуляции на валюте гарантировали чуть ли не 100% доходность за очень короткое время. Сейчас, когда введены валютные ограничения, необходимо, чтобы у наших граждан, у наших компаний была возможность сбережения. Что такое сбережение? Это получение дохода на свои средства, которые превышают инфляцию. То есть, если инфляция у вас высокая, а процентная ставка, может быть, она и кажется высоким, но она ниже инфляции, вы деньги теряете. То есть, наша задача сейчас снизить инфляцию, и наша задача сделать так, чтобы сбережения граждан не обесценивались, а работали на экономику. Что нам делать с экономикой, вот когда ставки такие высокие? Делать отдельный контур инвестиционного кредитования. Ну и то, что Эльвира Набиулина сказала, что цифровой рубль там близко-близко очень. Нет, нет, это немножко другое. Сейчас, сейчас. Я просто к тому, что цифровой рубль позволяет осуществлять инвестиции целевым образом, поскольку это рубли отслеживаемые, то их можно, так сказать, отслеживать полностью на всем круге обращения. Они не могут раствориться. Воровать их очень неудобно, я вот о чем говорю. Конвертировать, выводить. Но сейчас, кстати, тоже уникальная ситуация. С конвертацией и выводом за рубеж не получится. Да, очень-очень. И именно этой уникальной ситуации... И еще одна вещь, понимаете, мы недооцениваем. Переход на рубли и конвертация валюты в рубли в уполномоченных банках означает еще одно. Невозможно оставлять там, не заводя в Россию. Это тоже очень важный фактор. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Это очень важно сейчас. Ну, вот то, что было сделано после целой серии указов президента, оно действительно работает. По поводу финансовых рынков, валютного контроля. Я участвовал на прошлой неделе в нескольких встречах, где были представители Минфина и рассказывали, как это все работает. Работает чрезвычайно эффективно пока. То есть, действительно, Запад, как в фильме «Кавказская пленница», те, кто нам мешает, те нам и помогут, сделали все для того, чтобы не было только капитала, а для того, чтобы эти деньги оставались и нашими инвестиционными ресурсами. Вот теперь необходимо действительно делать несколько контуров денежного обращения. Один для сбережений и, возможно, для каких-то вот, ну, таких горячих денег для банков, ну, в том числе для игры на фондовом рынке. Другой для долгих инвестиций под низкие ставки, под инвестиционные проекты, под то, что потом будет приносить прибыль государству. Потому что одно дело, когда вы кредитуете под высокие проценты, ну, допустим, дали кредит какому-нибудь агрохозяйству по 30%, и думаете, что выживет, не выживет, если выживет, отдаст, но это отразится на цене картофеля, там, морковки. Помните, в прошлом году, как все обсуждали, что у нас сколько стоило морковь. А другое дело, когда вы даете длинные деньги под маленький процент, но та прибыль, которую будет это предприятие создавать годами и платить налоги, а налог-то у нас какой, там, вот, тот же самый налог на прибыль, да, там, 18-20% по-разному, плюс там и другие налоги, это гораздо больше вернется государству, чем вот эти вот проценты, которые взяли себе банкиры. То есть, если все работает, если расширяется производство, если, соответственно, там есть работники, у них наук на фонд оплаты труда, отчисление, социальное отчисление, пенсионный фонд и так далее, это решает гораздо больше проблем. То есть, на выходе государство, вот, в итоге получает гораздо больше, чем, если просто кредитовать по текущим рыночным ставкам. Гораздо больше, на порядке больше. Поэтому, видимо, у нас будут создаваться такие специальные проекты. И вот инвестиционное сообщество, финансовое сообщество, оно как раз и просит центральные банки подумать о том, что нам нужны вот эти вот новые банки развития или дополнительные полномочия тем банкам развития, которые у нас есть. Дальше, цифровой рубль. Еще один контур денежного обращения. Возможно, как раз его использовать для целевого финансирования, действительно. Потому что это деньги контролируемые. Действительно, там невозможно будет просто так украсть, потому что все транзакции, все платежи, они, понятно, куда пришли, куда попали. И если там будут ограничения на вывод наличное или ограничения на переводы, переводы будут только внутри этой цифровой системы, то деньги никуда не денутся. Это будет безопасно. Планируется также использовать цифровой рубль как валюту для интернет-торговли. Мы неоднократно слышали, видели, кто-то, может быть, сталкивался, когда мошенники пороют деньги, создают какие-то фишинговые сайты, похожие на сайты тех компаний, которые предлагают свои товары или услуги. Деньги списываются, деньги вернуть невозможно. С цифровым рублем так не будет. Во-первых, цифровой кошелек будет жить с отдельной жизнью от вашего банковского счета. То есть то, почему мошенники могут снять деньги, а вам позвонили с помощью социальных манипуляций, вам попросили сказать номер карты, что ни в коем случае нельзя говорить, тем более все эти цифры называть. Да, списали. С цифровым кошелеком так не будет. Это просто не пройдет. Тем самым снижается вероятность мошенничества и повышается безопасность таких расчетов. И вот когда мы поймем, что рубль действительно становится одной из мировых валют, а он уже, наверное, в этом году станет валютой региональных расчетов. То, чего так долго добивались мы в предыдущие десятилетия. То есть стабильная рубль, за которым стоят реальные ресурсы, будет той самой региональной валютой для целого ряда стран, которые с нами сотрудничают, которые, по сути, разделяют нашу судьбу. Вот я видел тоже одну из публикаций в западных СМИ о том, что постсоветское пространство, бывшие республики Советского Союза, также страдают от тотальной экономической войны Запада в отношении России. Да, действительно страдают, потому что, когда их экономики так сильно связаны с Россией, пусть не так, как это было в Советском Союзе, но, тем не менее, они зависят от России, от торговли с Россией. И рост экономики России приводит к росту их экономик, падение российской экономики, соответственно, вызывает падение там. Вот сейчас у нас действительно общая судьба. И нам нужно будет строить какую-то единую технологическую зону. И здесь важно, чтобы эти государства понимали, что их будущее зависит не от того, присоединяться они к западным санкциям против России, начнут ли их соблюдать, а от того, насколько они будут кооперироваться между Россией и Китаем в построении вот этого нового пространства. Потому что мы сейчас переходим реально к созданию огромного экономического пространства. Это не возрождение пока Советского Союза. Кто знает, как поведут себя наши западные уже не партнеры. Может быть, они там и войны начнут развязывать более серьезно, хотя пока они этого очень боятся. Но, тем не менее, мы сейчас действительно становимся, как, говорю, председателем КНР Си Цзиньпинь, пространством общей судьбы. Все евразийское пространство. И от того, как мы сможем кооперироваться, от того, как мы будем создавать у нас те цепочки создания стоимости, производственные цепочки, то, от чего нас отрезал Запад, как мы будем переносить сюда производство, как мы будем делиться этими технологиями друг с другом, зависит наше будущее и то, как мы будем жить дальше. Потому что, если этого не делать, если действительно Запад добьется того, что все экономические связи будут с Россией разорваны, то для мировой экономики это кризис. И кризис бедных стран, более бедных, он ощутится гораздо больше, чем в богатых, потому что республики постсоветские, они не печатают свои валюты, так как это делают Соединенные Штаты Европы, и им вот этой эмиссии не спастись. Что касается Европы, здесь действительно проблема колоссальная, потому что тот экономический кризис, в который они так быстро входят из-за разрушения связи с Россией, потребует увеличивать долговую нагрузку всех стран, включая Германию. Да, Германия, которая гордилась тем, что у нее был самый низкий долг, вот теперь уже по подсчетам, по разным моделям Германии придется дополнительно занять либо 40 миллиардов евро, либо 80 миллиардов евро, да, и... Но 40 они уже объявили, да? Но еще возможносты придут дальше. А я напомню, что в Евросоюзе ключевым документом был пакт стабильности и роста, который говорил о том, что все страны Евросоюза должны ограничивать дефицит бюджета и размер госдолга. Да, из этого пакта уже вылетела Южная Европа своими колоссальными долгами. Если еще вылетает Германия и Франция, то, по сути, основополагающего документа, который удерживает европейскую экономику вот таким вот единым целым, больше нет. Если теперь каждая страна начинает заниматься волонтаризмом там и повышением долгов, то никакой стабильной единой валюте уже речи быть не может. Таким образом, проект Евросоюза, вот, по сути, из-за поддержки нацизма на Украине, может накрыться медным тазиком. Главным выгодопределятелем, конечно, будет Соединенные Штаты, отчасти Франция. Опять же, вот мы вспоминали, кардинал Ришелье, почему, а ведь вот вестфальский мир, о котором так любят говорить сейчас все политологи, политики и воспоминать положение вестфальского договора, что же это такое? Была 30-летняя война. Страны, католики, протестанты воевали друг с другом, все страны Европы так или иначе были вовлечены в эту войну. Потом, когда они 30 лет повоевали и погибло в некоторых областях Германии и Чехии до 70% населения, они решили, что мы воевать больше не можем, просто все обескровлены. И давайте договоримся о том, что есть нерушимые границы, есть суверенитет государств, и государства не лезут друг к другу в внутреннюю политику. Это и есть вестфальская система, которая вот с 1648 года пытается как-то воспроизводиться. Что говорят американцы по поводу вестфальской системы? Она, конечно, хорошая, но она написана странами, которые, по сути, не могли вести войну. Там нет морали, там нет идеологии, там нет демократии, как говорили американцы. Поэтому мы вот приходим и действительно ломаем все эти страны, мы имеем моральное право, мы ведущие демократии, для того, чтобы менять границы, менять государство. Что мы сейчас видим? Что есть территориальное образование Украины, где есть нацистский режим, по сути, который антироссийский и античеловеческий. Да, опять же, допустимо ли существование такого государства, которое вот в тех границах, которые им нарисовали? Наверное, не очень допустимо. Соответственно, вот здесь они уже с нами соглашаются, европейцы, что этот вестфальский мир, миропорядок, основанный на этих нерушимость границ, на суверенитете, он закончился. Вот получается, что Европа уже готова морально с тем, что границы будут меняться. Но почему же в этой 30-летней войне Франция, Франция католическая, воевала на стороне протестантов против католической Австрии, там, южно-немецких земель и так далее, а потому что Франции не нужна была сильная центральная Европа, не нужна была сильная империя Гасбургов. И кардинал Ришелье и последующие за ним политики Франции сделали все для того, чтобы не было сильной Германии. Последняя попытка была у Наполеона. В чем-то они были правы, потому что опыт 20 века показал, что сильная Германия это угроза для Европы, ну и для нас в том числе. Вот сейчас такое ощущение, что они просто вспоминая вот те самые события 30-летней войны, Версальского договора и того, что произошло после, как раз и пытаются сделать так, чтобы Европа больше никогда не была сильной, особенно центральная Европа и Германия. И вот здесь, может быть, немцы тоже начнут скоро это понимать, и там тоже будет звучать голос разума, и я думаю, и Северный поток включат когда-то. Но необходимо какое-то время для того, чтобы они это поняли. И время работает не на них, они это признают, что время работает на Россию. Потому что Россия перестраивает свою экономику, Россия, которая богата ресурсами, которая вышла, ну очень красиво, я считаю, из вот этих европейских санкций по нашему экспорту. Россия, которая сейчас выстраивает новые цепочки поставок с ближайшими соседями. Китай никуда не денется, он также будет с нами работать. Просто те, кто хоть когда-либо работал с Китаем, понимают, что там все очень небыстро. То есть не надо было ждать Китая, что он возьмет, и сейчас все начнет. Нет. Там, вот, это может занять и год, и два. Там все, они очень основательные китайцы, очень. И с ними достаточно сложно вести переговоры, договоры, там, ну, не то, что даже бюрократия. Это немножко такой вот другой образ. Другая скорость принятия решений. Да, да. Вот, как нам говорят, давайте торговать в юанях, подождите, мы будем торговать в юанях, но не сейчас. Потому что открытие счетов, там, договоры со всеми этими фабриками, они будут создавать, видимо, отдельные дочки, чтобы их бизнес с Америкой не пострадал, и так далее. То есть это займет реально длительное время. Но это будет. Да, но при этом очень сильно может ускориться, понимаешь, потому что, чтобы там бизнес с Америкой не пострадал. А если... А если Тайвань, то да, уже все равно. А если Тайвань, а если... Тайвань это один фактор, а если вот обрушение мировой торговли и проблемы с долларом, что тогда? Тогда это вообще кошмар и ужас, потому что их вовлеченность в торговлю с Америкой гораздо больше, чем у нас, и тот триллион долларов в резервах Китайского народного банка Китая, это, по сути, тоже могут быть потеряны деньги. Они уже у них там тают, потому что, когда ставка там 0,5, а инфляция 8,5, это значит, что вот минус 8% каждый год будет отгрызаться, а дальше инфляция будет только раскручиваться. Но вот триллион у них в трежерис, да? А там по трежерис сколько сейчас? 2%? Нет, там по-разному. Среднее? Нет, там меньше. Намного меньше. Меньше. А одно дело, когда вы текущий, вот если сейчас покупаете, вы получите 2% на 10 лет 2% всего лишь, да? При инфляции 8,5, может быть, больше. Но это покупалось тогда, когда ставки были еще меньше, когда там на 10 лет было 0,5. Там нет дохода. Они не извиняются, да. Нет, но вы купили уже по той ставке низкой. Да. И вам уже все равно, какая сейчас доходность. Ну что, мы сейчас... Отпустим, да, радиослушатели вести ФМ, а у нас будет еще 3 минуты для того, чтобы продолжить. Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.